это была большая городская свалка мы лишились жилья наследство и с кучей долгами переехали сюда и начали служение такой выбор либо сидеть унывать либо же с ним верить я просто не раз решила и стала на коленях сказал господь я сдаюсь я не буду унывать я буду верить тоже вот где-то что там он увидел я тоже это хочу увидеть все счастливы наконец-то через столько лет долгожданные божьи обетования начали исполняться нашей жизни радуйтесь народ радуется а я спать ночью не буду никто же не знаю откуда я деньги возьму у нас вникальная возможность познакомиться ближе с невероятными людьми которые отдали все для того чтобы другие люди узнали о главном сокровище которое наполняет их жизнь у нас программа личное признание пасторами церкви якубом и шахидой которая называется новый путь это люди которые заплатили великую цену и которые проходят этот путь уже более десяти лет они уже пожинают добрые плоды своего невероятного пути подвижничества и я прошу пастора якуба и его драгоценную супругу поделиться историей истории призвания история семьи мы находимся в средней азии это восток и здесь чрезвычайно важны семейные устои родственные устои и почтение старшим но есть над всеми самый старший самый великий которого узнали наши сегодняшние герои но по счастью они герои не только сегодняшнего дня но и будущего поэтому я рада представить их и рада передать им слово но я вырос типично такой мусульманской семьи как в узбекистане люди живут и так получилось мне понравилась одна девушка и она пригласила меня встретиться с ее отцом и когда я приехал это оказалось адрес церкви там проходило собрание христиан но у меня со мной были в мои друзья которые поехали вместе со мной чтобы с ним поддержать меня но я не знаю что это было но сейчас я знаю что это было на тот момент это было потрясающее такое присутствие божие и когда был призыв я и все мои друзья мы посвятили свою жизнь иисусу то есть пришли за девушкой а получили спасение она оказалась дочкой пастор с того момента началась христианская жизнь конечно когда мои родители узнали об этом особенно мой отец он был очень зол он запрещал и угрожал и мне приходилось ночью брать обувь и убегать из окна чтобы попасть на вечерние молитвенное собрание вот и дело это протяжение там нескольких месяц пока не переехал в другой город в ташкент вот там уже намного легче было жить потому что я уже был взрослый совершеннолетний работал имел свои деньги и начал посещать собрание где встретил свою будущую супругу шахид она тоже оказалась дочкой пастора но уже другой церкви я начал посещать там собрание укрепляться вере и у меня были просто мысли такие но спасем как бы прожить бы нормальную христианскую спокойную жизнь да и все все нормально главное спасем но вот это внутреннее призвание она не давала мне покоя и наступил такой момент когда я ночью встретился с иисусом я два часа ночи проснулся в страхе и увидел но что в комнате кроме меня еще кто то есть и когда вернулся справа от меня там был иисус и он начал мне рассказывать что каждый день он слышит вопль народов как люди плачут по ночам и из задаются вопросом неужели нет другой жизни неужели нет надежды неужели мы все так умрем без надежды и тогда я услышал голос который сказал никого мне послать и кто пойдет для нас тогда я слеза как бы заново посвятил свою жизнь ему пообещал что с того момента я не буду жить просто для себя как хороший нормальный христианин но буду делать то к чему я был призван вот на тот момент у меня была такая работа мой отец обеспечил меня все было хорошо и после того как я принял это решение я сказал своим родным о том что теперь я не просто буду христианином но я призываю бог призывает меня к служению быть пастором а на тот момент меня хотели поженить уже отец уже нашел невесту себе у нас в азии так все делается знаете мнение детей особо не учитывается как бы родители все решает или бабушка увидела красивую девушку добрую который умеет ведра таскать под 12 килограмм на обеих руках и доить корову или же папа если хозяин какого-то завода то он хотел чтобы его сын женился на дочери другого хозяина завода и вот отец так запланировал подобрали уже жену мне и вот здесь был переломный момент когда бог подводит тебя к такому моменту когда за слова нужно отвечать иисус сказал если кто посадится меня перед людьми того я посадусь перед отцом и когда вся семья собралась и я сказал о своем решении о том что во первых я женюсь на христианке что я уже люблю одну девушку и во вторых я буду служить иисусу но на тот момент она уже мы имели отношение с ней то есть вы уже сказали что она вам нравится да что вы общаетесь как жених и невеста да мы уже начали общаться я же начал рассказать свои мечты куда господь меня ведет она тоже была рада этому мы молились за и всю эту ситуацию но после того как я объявил о том что теперь моя жизнь принадлежит иисусу христу то это произвело большой конфликт с моими родными потому что мы были мусульманами как бы и это был для азиата это некий знаете не просто ты предал свою веру или родных ты навлекаешь позор на всю родословие твою то есть кем был твой твой дед а мы происходим из потомках тимурлана мы считали себя наш род считает себя таким статным высокопоставленным и мусульманами таким коренным а здесь раз и я все порчу я еще был любимый сын своего отца у нас шестеро семьи у меня три сестры и два брата сейчас уже еще один братья сводный и в самом но вся все родственники собрались у меня дома чтобы решить эту проблему у нас как решается проблема старший брат должен решить проблему если он ему не подвластно решение то подключается отец если отец не может решить проблему то дед его привлекать нельзя по мелочам только если по серьезному вопросу не поэтому когда дед уже привели привлечен к проблеме значит ситуация очень критично и вот мое решение привела вот такой вот ситуацию атмосферу нашей семьи собрались все дяди дед отец братья все собрались мы уже шахиды я говорю о том что я теперь буду служить иисусу простите вот спасибо за все что сделали для меня но я принял решение и это против большой конфликт мой отец он отрекся от меня мои братья они отреклись от меня каждый выходя из комнаты они говорили с этого момента ты просто забудь наши номера телефонов адресов если не определенные фразы когда отец говорит при живом сыне когда его объявляет мертвым то есть ты просто перестаешь с этого момента существовать для твоей семьи и протяжении 7 лет мы не имели общения мы были лишены нашего наследства мы построили семью поженились у нас сейчас четверо детей и после того как мы стали как изгоями мы переехали в этот город который называется энгюль бог нас призвел сюда чтобы начать здесь служение в том месте где мы сейчас находимся это была большая городская свалка мы лишились жилья наследство из кучи долгами переехали сюда и начали служить мне приходилось днем совершать служение вечером где-то подрабатывать чтобы кормить семьи потому что дети были маленькие его течение семи лет мы не имели никакого общения с ним но бог оказался верным когда самые тяжелые моменты когда я был готов сдаться моя жена всегда поддерживал и здесь наверно напарство скажет как мы все это вместе проходили когда за окном мусорка когда денег нет квартиры свои нет машину продали расплатились за долги и еще остались должниками ну представляете когда человек как бы жил не лучших условиях и бог его призвал куда-то это совсем другой вопрос а когда ты сидишь и заказываешь еду с ресторана и ты привык так жить и вдруг ты оказываешься около мусорки живешь без денег это совсем другой уровень цены и морально и душевно и вообще и духовно это было вообще нелегко смотреть когда открываешь окно у нас было вообще дом полон мухами потому что настолько эти крысы мухи в общем ну просто нереально дети постоянно болели у нас ноут кишечником постоянно потому что у нас была вода проведена и труба и прям на мусорке в общем ну это просто было ужасно я помню я тоже каждый раз молилась и плакала когда это закончится они постоянно мы все так исходали и я просто конечно восхищалась его верой не было мне было тяжело как женщины и ну вот я думаю женщины могут понять когда твои дети болеют постоянно это просто вот нереально невыносимо охота жить по вере но это как бы сложно и я всегда восхищалась его верой а он говорил у нас все хорошо посмотрел я как у нас мусорка у нас мухи дети постоянно болеют все погодки дети трое когда у нас были еще начали и он говорил нет у нас все есть у нас все хорошо мы здоровые мы мы схудавшие были по 40 килограмм и я говорила ну где ну нет уже пока он видишь просто ты не видишь у нас есть машина у нас есть хороший красивый дом у нас есть большая церковь здесь все прекрасно и конечно из-за того что мне как бы не оставалось такой выбор либо же сидеть унывать либо же с ним верить я просто не раз решила и стала на коленях сказала господь я сдаюсь я не буду унывать я буду верить тоже вот где-то там он увидел я тоже это хочу увидеть как бы я узнаете с какими-то силами вот я начала говорить господь я сдаюсь вот на все будет воля твоя начать и нас туда привел для чего-то и вот господь на самом деле как-то сверхъестественно благословил и начали убирать эту мусорку и просто силами церкви да силами церкви сами это было конечно грандиозно но я просто благодарна господу за своего мужа за его веру именно как бы верить невидимое он научил нас всю церковь да я помню когда я взял на руки лопаты и начал убирать мусорку одна бабушка подошла местная и говорит сынок мне так тебя жаль я говорю почему я еще маленькой девушкой была приходила бросала сюда мусор и всю свою жизнь я много людей видела которые пытались убрать эту мусорку они были намного влиятельнее и взрослее чем ты а ты такой молодой еще полносил ты берешься за такое дело мне так тебя жаль я говорю давайте попробуем вместе с богом с помощью божьей говорю попробуем его убрать хорошо желаю тебе удачи бросила мусор прямо там где я убирался и пошла и мы начали убирать и подключилась вся церковь все наши верующие потому что когда у людей есть пример для подражания когда ты не словом но делом пытаешься показать свою веру то всегда появится люди настоящие которые тоже захотят платить ту же цену которую ты несешь и вот бог начал благословлять мы начали умножаться молодые люди начали следовать за иисусом все практически 90 процентов которые выходят из а ислам знаете принимает иисус они сценарии почти все одинаковые мы переживаем одну и ту же гонение сталкивание с родными и так далее и вот мы начали вместе убирать эту мусорку мы вывезли 6 грузовых машин мусора представьте 6 грузовых мы два экскаватора работала помимо людей то есть один просто копил все в одну кучу другой просто грузил мы собрали деньги начали убираться и бог дал нам мудрости и и говорит построй на место детской мусорки детскую площадку чтобы люди не бросали за мусор это уже привычка поколений и вот и мы убрали засыпали все новым новым глином и построили там детскую площадку для всех бесплатно и это молба дошла прошлась по всему городу и дошла до мэра города и люди начали все удивляться почему эти люди такие вещи делали бесплатную площадку для всех детей потому что некоторые приходили спрашивали а площадка будет только для христиан или для всех или она будет платной или бесплатной для всех мы сделаем для людей для нашего города для населения потом все соседи присоединились все были счастливы что наконец-то мусорки нету теперь дети могут ходить в школу не перешагивая и мэр города решил приехать чтобы познакомиться с нами и он приехал к нам прям сюда а здесь было какое-то старое здание да здесь было небольшое здание церкви а до этого бог дал мне мудрости видение я сделал план строительства большого здания вот в котором мы сейчас были на и мэр приехал когда я к нему вышел он был здесь я подошел к церкви он увидел мне и он подумал что я сын пастора потому что слишком молода выгляжу на ожидании у него были какие-то и он подошел ко мне я подошел к нему мы общались с ним он говорит привет как дела говорит ну где отец я говорю отец на небе пока я за него здесь решаю дела и вот посмеялись него он понял что я серьезный парень познакомил я здесь до старший ягод приехал сюда и у меня были представления ногах придя сюда я задаюсь одним вопросом почему ты избег и ты веришь в иисуса и ты еще делаешь служение христиан здесь церковь почему так и этот был хороший момент рассказать им евангелие я завел его в офис его помощник и начал ему рассказывать евангелие иисуса христа как бог изменил мою жизнь почему я стал христиан переехал с ташкенту суда почему я все это делаю и лицо его изменилось потрясаю никогда ничего подобного не слышно я его понимаю кто и кто этим людям расскажет евангелие если откуда им еще слышать я хочу ничего подобного не слышал никогда я говорю вот бог устроен на встречу он вдохновился и говорит что ты собираешься дальше делать какие у тебя планы я говорю таких людей как я городе становится все больше и больше наше здание маленькое мы не помещаемся я хочу построить большой дом божий а что мешает тебе на тот момент была ситуация сложная в стране 15 лет ни одна церковь не получала ни разрешение на строительство не регистрацию было время гоняем представьте и он мне задают вопрос что тебе мешает все мешает и болдал мне мудрость я говорю нам ничего не мешает помимо того что если вы дадите поручение мы начнем строительство он стал пожал мне рук искал как мэр этого города я даю тебе поручение начиная строить дом божий и я просто а до этого что было он говорит какие план и бог не напоминал вытащить план нового проекта я вытащил бросил на стол вот мой план он начал открывать смотреть красивое здание все так красиво и что мешает тебе это делать вот если вы дадите поручение я даю тебе поручение и все и значит он пожал мне руку дал поручение и задал вопрос когда начнешь не знаю почему я сказал через десять дней мы начнем строительство святым духом просто здание стоит 360 тысяч долларов по стоимости у нас в кассе 40 долларов и у меня теперь 10 дней чтобы начать строительство я начал молиться мэр говорит все я приду через 10 дней вместе бросим камень под фундамент я буду вначале все сделаем грандиозно объявлен всем аминь такой счастливый он уехал все я счастливо рассказал в церкви все счастливы наконец-то через столько лет долгожданные божьи обетования начали исполняться нашу жизнь радуйся народ радуется а я спать ночью не могу никто же не знает откуда я деньги возьму я сижу думаю зачем я вообще сказал 10 дней а потом успокоился я помолился богу и сказал искренне господь я мэра не звал привел его 3 а когда я сделал план нового здания думали через десять например на на чем у меня были такие мысли честно я думаю когда-нибудь чтобы было готово бог я не планировал через 10 не как бы теперь или ты спасаешь ситуацию или твоя репутация будет попорчена я же твой раб и все помолился седьмой день восьмой день девятый день уже нанял строительную компанию все-все-все готовы они уже мне звонят групп ну точно начнем завтра на девять я говорю да мы начнем завтра потом один звонок у нас в узбекистане один божий человек приедь пожалуйста я хочу с тобой увидеться мы увидели сидим и он говорит я слышал как бог начал такую большую работу тебя в городе и мы горит на строительство одной церкви копили много ли деньги и они стояли и сколько лет мы можем получить разрешение бог не положил к беру чтобы эти деньги передать вам и вручает мне конверт а там ровно столько чтобы заложить фундамент и начать то есть для старта я счастливый десятый день мэр приходит висит плакат нового здания он перед всеми объявляет что начинаете строительство назначать меня старшим в этом регионе учи этих людей как правильно жить как убирать мусор как воспитывать детей ты божий человек все верит всеми представляете начинай строительство дома божьего и на десятый день мы начали строительство и с того момента бог начал благоставлять и благоставлять без остановок церкви мы начали собирать деньги люди продавали свои имения которые имели какие-то на запасе и приносили в дом божий такая радость вот два года это два года назад произошло мы сегодня проводили собрание уже в новом здании полный сам людей три собрания и мы только начинаем и поэтому я просто хочу ну вообще поблагодарить иисуса это что он всегда верен своему слову он сказал если кто потеряет ради меня отца мать братьев сестер или домов то приобретет восток раз это правда это правда мы все потеряли и в буквальном смысле все мы остались на улице с маленькими детьми мы переехали жить на территории церкви где была мусорка и мы по сей день здесь живем мы не имеем по сей день хотя мы построили такой огромный божий дом мы не построили себе дом живем до сих пор здесь церкви здесь на территории прямо среди людей конечно не всегда это просто бывает но бог верит бог верит поэтому мы стоим при дверях больших перемен но все только начинает аллилуйя спасибо вам тоже большое за ваш приезд вы великий пример спасибо вам за невероятное свидетельство это слава божья шахида спасибо что вы были той которая поддерживает сердце своего мужа поддерживает и разделяет видение подарила ему в царство чудесных детей верою живя и пойдя с ним на край света потому что уже цивилизованная жизнь закончилась это действительно потрясающе спасибо вам огромное спасибо вам огромное